Знаете, что мне нравятся кролики? Самое главное. За ним не надо два раза в день вот так убираться. Реально, я у них убираюсь раз в год, либо весной, либо осенью, там уж как придется. Получаю уже готовый к употреблению навоз, который можно сразу вносить на грядки, а вот с коровками не все так просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Вы на канале Ярослава Фролова сегодня. Несмотря на то, что я начинаю это видео, как обычно, из коровника-козовника, но сегодня я буду рассказывать вам о кроликах, о том, как они у меня живут, что живут, как пережили зиму, то, что конец марта, пора уже смотреть. Да и вообще давно не говорили мы про кроликов. Давно меня не ругали, давно меня не материли. И так начали. Было время, когда я начинал именно вот с этой стены. У меня здесь сидели кролики. Их было здесь, получается, сколько, 10 клеток. Но время идет, все меняется. Я об этих клетках уже рассказывал. Сейчас осталось, здесь приземовал только один самец. И все. Все остальные кролики так или иначе переходят под навес. И отсюда я его уберу, этого кроля. Но его и самого надо убирать. Поэтому, собственно, я его не трогал. Потому что ему уже 3 года. Уже пора в суп. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая у меня конструкция Ну все, давайте глянем на наших новорожденных крольчат Покажи мне крольчат, смотрите какие Это Калифорния, покрытая как раз тем кролем крупным Поэтому мама калифорнийка, отец советского шаншилла В моем хозяйстве есть две породы кроликов Я начинал больше пяти лет назад с Калифорнии Они у меня так продолжаются, мне эта порода нравится И я пару лет назад завел еще одну породу, вошел в эту породу советского шаншилла И например для мяса мне больше всего нравится выращивать гибридов То есть когда мать у нас Калифорния, отец советского шаншилла Тем более что по советской шаншилле мне так повезло Вот что у меня есть один, вот как раз вот трехлетний самец Почему я его до сих пор не убираю? Потому что он уже конечно ленивый, он уже такой большой, весь грузный Да, его бы надо было уже наверное убрать Но я его не убираю, потому что он выдает очень крупных крольчат Очень крупных Получается там к четырем месяцам, там три с половиной четыре месяца Крольчата уже выходят на уровне 2,2-2,5 килограмма мясом Мясом, тушкой, урокотовой тушкой, которая уходит клиенту Со мной сейчас некоторые не согласятся, скажут, Ярослав, да проще все-таки продавать кроликами В моем случае, именно, то есть я всегда говорю про себя В моем случае продавать выгоднее мясом Потому что, во-первых, мясом получается дороже Для меня, для меня это моя ситуация Для меня мясом получается продавать дороже И для меня получается то, что люди попробовав моего кролика, они возвращаются ко мне Потому что наша крольчатина, которая есть у меня в хозяйстве У нас с женой в хозяйстве Ну, Иля, привет У нас с женой в хозяйстве Крольчатина, она совсем другая, чем покупают люди на рынках Она совсем другая Она вкусная, она мягкая Она, ну, не знаю, в общем Людям нравится Поэтому мне выгоднее продать мясо, чем продавать живье Поэтому я делаю миксы Поехали дальше По-лучшему Кстати, да Еще хотел рассказать, что я немножко изменил принцип Покрытия или как-то вязки кроликов Обычно же мы делаем как Мы берем крольчиху, приносим кролю в тот самый В его клетку И сидим, ждем Как Евгений Макаляков говорит Сидим, курим Минут 15-20 Потом Смотрим, покрылась за это время Не покрылась Если не покрылась, то принимаем меры Я что-то этой осенью, когда у меня было массовое непокрытие То есть Садку делает Все, кажется, он там Ну, все сделал кроль А крольчих не покрылась Я плюнул И начал в последнее время делать проще Я беру крольчиху Пересаживаю кролю на 3-4 суток И у меня на данный момент 100% покрытие Продолжение следует... Тут пока нет никого Ждем Итак Еще пару слов о том, что я хотел бы вам сказать по поводу наших роликов На данный момент у меня в хозяйстве Сейчас скажу, сколько Раз, два, три На данный момент у меня в хозяйстве 6 кролекоматок На март 2000 года у меня в хозяйстве 6 кролекоматок 3 Калифорнии, 3 сальско-шаншиллы Три кроля Два сальско-шаншиллы и один Калифорния Ну и немножко-немножко шлейфа То есть немножко кролей Их, честно скажу, немного Потому что зимой очень много было пустовки Зимой пропустовали очень много крольчих Сейчас пошли акролы Один из акролов вот сегодня я уже вам показал По поводу содержания У меня ничего не изменилось Я содержу в обычных клетках Как вот у меня на заднем плане есть То есть я, собственно, под этим навесом хочу сделать Часть отдать под коз Часть отдать под кроликов То есть они будут сидеть Вот по краям у меня будут кролики сидеть Здесь будет еда А вот тут будет коза Или наоборот, я еще пока не решил Но я хочу всех кроликов загнать в одно место Кроликоматок То есть имеется в виду, кто будет рожать Вообще сделать им Ну, утепленный, не утепленный Но, по крайнейшему, чтобы их не продувало Чтобы можно было проще Чтобы не замерзали пометы Потому что в этом году Один помет у меня Или два ли помета у меня замерзли Так получилось То, что у меня подогрева в этом году не было Подвести до электричества было тяжело Они окролились Все было хорошо Два-три дня было хорошо А потом минус 25 бабах И у меня все померзли крольчата Еще, кстати, это одна из причин Почему я вот без кроликов В этой весной Еще из того, что То есть вот весна Как вы видели Я наливаю воду Из баллона Хожу, наливаю сейчас в каждую клетку Так я делаю всю зиму То есть это где-то примерно 5-6 месяцев в году Я делаю так А потом включается ниппельное паение Ниппельное паение Буквально через недельку-две Я опять им всем подключу Потому что ниппели, как вы видели Они есть Ну, где-то сломанное Ну, вот видно, да То есть Где-то они сломаны Где-то нет То есть я все восстановлю Шланги у меня есть Все есть Вот Шланги я меняю два раза в год Потому что вот такой прозрачной Позрачной трубку Ее дешевле покупать Она в том же Как в любом строительном магазине Чем покупать специализированную Черную трубку Все равно она будет зарастать изнутри Все равно будет зарастать А то так Я сейчас поменяю Всем новые Новые абсолютно поставлю И через где-то в июле В конце июля Я еще раз всем поменяю эту трубку Там уходят где-то метров У меня, наверное, метров пятьдесят Да, это расходы Но зато я пришел Раз-два дня налил воды Забыл На пару дней У меня будет здесь Кролики И там, то есть я в два места просто зашел Два баллона воды залил и ушел Мне не надо их обходить Я сэкономлю в день Буду экономить где-то минут 15-20 времени Даже в день, наверное, полчаса Я буду экономить времени То есть если вы думаете это мало Это много Потому что у меня я занимаюсь не только кроликами Вот и кролики вообще, честно говоря Постольку-поскольку Вот То есть они чисто для того, чтобы Ну, интересно у меня заниматься кроликами Помимо всего прочего Вот И для ассортимента Нашим покупателям Все, тут ветер по всей видимости Я не знаю, вам в микрофон сейчас дует нет Ну ладно Друзья мои Понравился ролик? Ставьте лайк Не забывайте подписываться Нажимайте колокольчик Удачи вам, всего наилучшего Надеюсь Очень надеюсь, что вам понравилось Я попробовал Вот просто показать Как есть у нас в хозяйстве Коллеги кролиководы Если у вас есть Если вы содержите Породные чистые линии Советские шаншиллы Особенно Насколько я понял Да, то есть Вот Что советский шаншиллы Разделяется на два На две линии То есть Одна это Обычные нормальные кролики А другая это крупные Очень крупные Вот у меня красот самец Который там сидит Вот это вот Из той линии Которые очень крупные Советский шаншилла Если у вас есть Вот крупные Вот это крупные Я бы с удовольствием У вас приобрел самца Если вы бываете в Казани То что выехать Я к сожалению Далеко не могу Но если вы бываете в Казани Или вы где-то В радиусе Там 100 километров От Казани Я с удовольствием К вам приеду В ваше хозяйство Заодно сниму Ваше хозяйство Покажу его На своем канале И приобрету К себе К себе В кроличах Наше хозяйство Самца Может даже пару самок Посмотрим Но самое главное Мне вот сейчас Я хочу приобрести Одного-двух самцов И то же самое Обращаюсь к тем Кто у кого есть Хорошая Калифорния Хорошая Правильная Калифорния Я тоже с удовольствием У вас приобрел Самца Потому что Все кто Вот у меня Весенние Идут Кто весной Рождаются Кролики Я хочу оставить Еще То есть я хочу Грубо говоря Я вот К концу лета Хочу увеличить Поголовье Или довести Опять поголовье До 12-20 кроликоматок Там будет половина Ну там плюс-минус Половина будет Сальшиншиллы Половина плюс-минус Будет Калифорния Мне нравятся Вот эти две породы Содержать их Причем я их содержу Как я уже говорил В чистоте Но для мяса Я делаю миксы Все Вот теперь уже До свидания Пишите Звоните Мои контакты Есть В описании К ролику К ролику К ролику Вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому